Партнер рубрики «Лада Центр Пермь» на Спешилова 105. Только 3 марта бесплатная комплексная диагностика вашего автомобиля «Лада». Запишись! Нет, такого не было. Все работают. Вот где у меня, например, сын работает? А он работает в КБ при заводе Свердлова. Конечно, у них там сокращение было. Но вот он пока работает. Но, конечно, все боятся. А почему были сокращения? Объемные работы сокращаются, я так думаю. А какая это отрасль? Машиностроение. Опасается ли ваш сын, что могут тоже уволить? Ну, конечно, опасаются. Ну, давно такого не было. Последний раз было, наверное, года два. Чисто из-за сокращения какого-то. Компания, где я работала, начала не то, чтобы банкротиться, но стало все плохо. И, так скажем, нельзя было в штате держать много сотрудников. И на 50% где-то сократили. В какой отрасли вы трудитесь? Тогда в рекламе. Далось ли вам справиться с этими трудностями? Да, очень быстро нашла новую интересную работу. Сейчас как бы все хорошо в жизни. В какой отрасли? В сфере развлечений. Есть ли опасения, что сейчас могут сократить? Нет. Нет, пока нет таких опасений. Пока все нормально в компании. Ну, я слышал, что у многих идет уменьшение работы, объемов работы. Количество работающих остается. Естественно, заработок падает. Люди сокращаются, потому что заработок падает. А в какой отрасли они работают? Ну, мои знакомые, как и я, в строительной. Нет, я сам работодатель. У меня проблемы с этим нет. Никого не увольнял. Только принимаем. А в какой сфере вы трудитесь? Телекоммуникации. Я думаю, что наша отрасль всегда будет развиваться. Почему так думаете? Ну, потому что интернет, телекоммуникации, связь. Без этого сейчас никак в нашей жизни. Поэтому это всегда будет развиваться. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Да, многие, в принципе, решались. А почему они уходили с работы? Им не нравятся условия работы. Типа, с них много просят, а платят мало. Типа, сейчас средняя зарплата на 15 тысяч. За 10 никто уже не хочет работать. Ну, я могу себя примести в пример. То есть, я работал в театре в Березняках. У меня была зарплата, официальная там ставка, по-моему, 7-700, что ли. На тот момент это было 4 года назад. Плюс там премия выходила, тысяч 10 в месяц. На это просто невозможно жить. Ну, сейчас у меня все хорошо, я безработный. Ну, я зарабатываю больше, чем 10 тысяч там в месяц. То есть, приходится работать на... Сейчас я на трех работах, можно сказать, работаю. И плюс беру всякие шабашки. Ну, можно сказать, что в сфере культуры. Я честный предприниматель, поэтому я работаю на себя уже. Слава Богу. Но опасаетесь, что у вас работы станет значительно меньше? Ну, стараюсь работать хорошо, а опасаться нужно всегда. Потому что сейчас, в принципе, покупательская способность населения, она падает. Поэтому, в принципе, соответственно, и падает потребление услуг. Занимаюсь праздниками, эвентом. И, естественно, когда люди выбирают между продуктами и праздниками, они, наверное, в первую очередь думают о благосостоянии своей семьи, о продуктах. О праздниках, к сожалению, чуть меньше. Ну, в принципе, нет, зарплата только понижается. Примерно процентов на 15 сокращение происходит. То есть, также 13-е зарплаты убирают. Цены растут, а зарплаты сокращают. Это ощутимо для вас? Конечно, ощутимо. То есть, это очень ощутимо. То есть, это тысяч пять в среднем идет минус. При том, что уровень жизни, он как бы становится дороже, да. Все, и бензин дорожает. Постараемся покупать все только по акции. Все работаем, все, слава Богу. Есть определенный спад, потому что я работаю в сфере услуг. И, конечно же, кризис какой-то все равно чувствуется. Меньше клиентов, естественно, меньше. Люди стали больше экономить, больше задумываются, куда потратить деньги. Да, есть какие-то свои другие приоритеты. Сокращение штата у вас в компании не планируется? Нет. Нет пока. У меня компании больше 16 лет. И у нас есть своя определенная клиентская база постоянно. И мы все равно работаем, постоянно наращиваем именно клиентскую базу. Это наши потребители, которые нам приносят основные деньги. Что будет дальше, что будет через полгода, неизвестно. Продолжение следует...